ОМТВЮА про Головне ОМОНовцы в шлемах с георгиевскими ленточками повязали мигрантов-пекарей, которые по заказу Буданова хотели накормить россиян выпечкой из украинской муки. ФСБ совместно с ОМОНом Росгвардии, Управлением уголовного розыска и Главным управлением по вопросам миграции по Красноярскому краю ворвались в одну из кондитерских в Кировском районе Красноярска. Мужчин положили лицом в пол или поставили к стене. Женщин заставили сидеть на корточках. По итогам рейда силовики задержали 20 иностранцев. Их доставили в отдел полиции. Одному мужчине, недавно получившему российское гражданство, вручили предписание для постановки на воинский учет и дальнейшей отправки на фронт в Украину. Но этим не закончилось. В ходе совместной работы наших спецслужб и правоохранительных органов нужно получить ответы на целый ряд вопросов. Например, действительно ли радикальные и даже террористического толка исламские организации заинтересованы в нанесении ударов по России? Путинские спецслужбы проспали появление на политической арене многонациональной России нового мощного и безжалостного игрока. Но если для Китая и США исламский фундаментализм на данном этапе практически не опасен, то для России с ее миграционной политикой, как мы увидели в Кропус-Холле, он представляет прямую угрозу. Но Москва слишком занята. В Украине же Ленинов сносили, а тут какой-то ИГИЛ. Пока все ресурсы бросаются на ведение захватнической войны против Украины, российская территория стала заповедником исламских фундаменталистов, рассматривающих РФ объектом, пригодным для обкатки своих идей. Об этом, заметим, знала американская разведка. Знали западные спецслужбы и не знали наши. Вопрос, почему? Ответ. Они деградировали, наши спецслужбы деградировали. Потому что нельзя одновременно заниматься прессованием очкариков и обеспечивать безопасность граждан. Бороться с террором, с умным, организованным врагом. Невозможно, что-то одно не получится. С очкариками справились. Теракт боевиков из Вилиад-Харасан, то есть афгано-таджикского филиала ИГИЛ, 22 марта в Крокус-Сити-Холле выступил крупной демонстрационной акцией. В ИГИЛ учитывают не только фактор многочисленности растущей российской исламской уммы, 25% населения, но и увеличение числа мусульман-мигрантов из Центральной Азии, заполонивших рынок труда и сформировавших очаг колоссальной внутренней напряженности. ФСБ даже если бы очень хотела, то не смогла бы уже взять под контроль вездесущего и всепроникающего монстра исламизма. Кремль, пестуя Кадыровщину и заливая Чечню деньгами, создал прецедент откупничества от регионального мусульманского царька. Как говорят у нас в горах, твой дом, мой дом, твой президент, мой президент, твой бюджет, мой бюджет. На его фоне лидеры регионов РФ, где господствует ислам, заинтересованы в давлении на Центр для выбивания себе больших преференций. Потому-то и возник конфликт по линии силовиковые мусульманских элит России, в рамках которого трагические события в Крокусе стали водоразделом. После провала фейка об украинском следе, ФСБ наконец-то решительно взялась за отработку истинных виновников теракта, взяв под прицел таджикскую диаспору. Не мудрено, ведь русских в концертном зале хладнокровно убивали не мифические бандеровцы, а неприглядные таджики, которых сотни, если не тысячи в каждом российском населенном пункте. Вот что творится в Старбину, вот на берегах. Русской рожи нет. Вот все тут одной национальности. Пока Путин и Шойгу вводили оккупационные войска в Украину, трехмиллионная армия таджикских мигрантов тихо оккупировала Россию. Что, Россию превратили в Таджикистан? Я не пойму. Или в Узбекистан? Что происходит в стране? Лубянка, осознав масштаб угрозы, спохватилась и начала предпринимать комплекс решительных мер для нивелирования последствий таджикского нашествия. Чекисты тщательно прорабатывают лиц таджикской национальности на предмет причастности к сети ИГИЛ. Тысячи граждан Таджикистана застряли на границе, а примерно 20% таджиков заворачивают на родину. Параллельно в верхах идет согласование нормы о введении визового режима с Душанбе. В российском обществе растет таджикофобия, которая простирается от усиливающегося бытового неприятия мусульманских инородцев до проведения ФСБ информационных акций с целью консолидировать россиян перед лицом ислама таджикского вызова. Чекисты Ритива проверяют многочисленные общества таджикской культуры, которые, по сути, выступают центрами распространения исламского фундаментализма. Как действенная мера рассматривается массовая депортация нескольких сотен тысяч неблагонадежных таджиков. Мероприятие в духе депортационных расправ над целыми народами времен сталинизма. Но если в СССР депортировали этносы, подозреваемые в пособничестве нацистам и фашистам, то теперь то же самое, только уже под прицелом лоялисты ИГИЛ. Вот вся эта история, она могла появиться только потому, что Россия не занималась годами и десятилетиями всерьез проблемой миграции, контролем за миграцией, контролем за людьми, которые абсолютно вот-вот через границу шастают как угодно. Кто приезжает, зачем приезжают, здесь все. Здесь и наркотрафик, здесь и бытовая преступность. При президенте Рахмоне Таджикистан превратился в рассадник исламистской идеологии и ваххабизма. 30-летняя диктатура трансформировала страну в неконтролируемый failed state с экономикой, построенной на экспорте низкопробных мигрантов и контрабанде афганских наркотиков. Учитывая отсутствие четкой госидеологии и раскол в правящей элите в связи с переходом бывшего главы ОМОН в лагерь ИГИЛ, таджики стали легкой добычей пропагандистов глобального халифата. Ведь мировая исламистская супердержава сулит им сатисфакцию над угнетателями, к числу которых относятся таджикофобные россияне. Это просто зоопарк какой-то. Очевидны подспудные мотивы теракта в Крокусе. Асимметрическим ударом наказать надменных граждан РФ, которые в таджиках видят не людей, а трудовых рабов. Не надо скрывать девушка. Ей, нормально, делай свою работу. В какой-то степени ИГИЛ вложил в руки таджиков инструмент защиты своей чести, который будет непременно использоваться и в дальнейшем. Во время проведения обязательной молитвы для мусульман к нам в помещение ворвались вооруженные сотрудники ОМОН. Люди Патрушева и Бортникова, видя данную проблему, просто вынуждены радикально закрывать таджикский вопрос. Иначе новые теракты подорвут путинизм изнутри. Все поклонники экстремистского террористического ислама из Средней Азии поехали в какую-то далекую Сирию воевать по имя религии, так как они ее понимают. Там были киргизы, там были узбеки, там были таджики. Среди киргизов никогда не было исламского влияния, а тут тысячи они поехали. А в данном случае разговор идет не о том, что это ехать куда-то в Сирию за тысячи километров. В тексте документ прямо сказано, что США обязаны предоставить Киеву дальнобойные ракеты Атакмс. Это серьезное оружие, те самые ракеты, которыми Украина накануне ударила по нашему военному аэродрому Джанкоя. Размер пакета составляет 61 миллиард долларов. Законопроект предусматривает 8 миллиардов экономической помощи Украине. Убеждал в этой связи республиканцев проголосовать быстро и положительно лично глава Пентагона Остин. Палат представителя министра обороны США опять пугал Путина. Сказал, что если США не поможет Киеву, то сдерживать российские войска надо будет в Прибалтике и Польше. Продолжение следует...